Ехать в лагерь, радовать детей... Как говорил Шопенгауэр, счастье относительно страданий абсолютно. Здарова! Это звучит банально, но слишком много людей этого не понимают. Ты едешь к детям. То, что будет в этом видео, это приятные бонусы, которые смогут расширить ваше лето. Но больше они относятся к общелагерной жизни. Армии. Если вы до сих пор не решили вопрос с армией, или же не знаете, как к ней относиться, съездите в лагерь, все должно быть чисто и аккуратно. Во-вторых, кровати должны быть заправлены в тумбочках чисто. В-третьих, ребенок должен быть всегда чем-то занят, чтобы он не начал пакостить и творить всякую дичь. К концу дня ребенок должен быть задолбан, чтобы, опять же, не напакостил ночью. В-пятых, там будет много своеобразных занятий. Этими занятиями будете заставлять заниматься людей вы. Будете выполнять фактическую роль прапорщика. Мой любимый пункт. Дешево проверить здоровье. Понимаете, в лагере из-за большого количества стресса, малого времени на сон, периодического недоедания, большого количества разных инфекций, которые будут ходить по лагерю, вы непременно заболеете к концу или середине смены. Просто понаблюдайте за собой. Если вы начнете сериться к середине, значит у вас проблемы с ЖКТ. Если у вас вылетят миндалины, значит стоит подумать о горле. Если у вас начнутся головные боли, поздравляю, удачи. Если в какой-то момент вы поймете, что не справляетесь и не начнете плакать, то значит у вас тонкая душевная организация и стоит подумать о своей психике. Это ни в коем случае не хорошо и не плохо, просто стоит держать этого внимания. Жажда приключений. Если вам захотелось посмотреть на этот мир более широким взглядом и вы не знаете, чем удовлетворить свою жажду приключений, съездите в лагерь. В лагере не бывает двух одинаковых дней. Сегодня какой-нибудь ребенок на территории лагеря съел чернику, опрысканную пестицидами и получил анафилактический шок, а завтра общелагерная игра запах, а послезавтра родительский день, где вы отдали ребенка отцу, лишенному родительских прав, который по закону не имеет права общаться с ребенком. Так что приключений у вас будет много. Ностальгия. Если вы сами ребенком были в лагере, это отличный шанс удовлетворить свою ностальгию и получить новые эмоции и почувствовать себя в другой роли. Как говорил Шопенгауэр, счастье относительно страданий абсолютно. Запомните и привезете с лагеря. Скорее всего, вы самые трешовые и жесткие байки. Если вы переживете эту смену и не сядете, вам будет что вспомнить. Если ты поедешь в лагерь и будешь преследовать только одну цель, ты, может быть, ее достигнешь, но, может быть, и не достигнешь. Тут как бы как карта ляжет. Но! Если ты поедешь в лагерь и помимо основной цели будешь преследовать еще 3-4 из тех, которые я перечислил, пусть у тебя лучше будет выполнено 2 цели из 4, чем не выполнена одна из одной. Если хочешь научиться понимать детей, послушать еще более трешовых лагерных байек или узнать что-то новое от человека, который когда-то тусил в лагерях, подпишись на этот канал и поставь.